Всем привет! Сегодня обещанное видео, разговор за чашкой чая о состоянии альфа и несколько слов о позитивном мышлении, то, что само собой напрашивается у меня постоянно и проскальзывают иногда какие-то моменты в разговорах, в комментариях. И просто поделиться с вами моим собственным жизненным кредо и то, что действительно мне помогает. Но давайте сначала немножечко поговорим о состоянии альфа. В общем-то, вот эти все вещи, о которых я буду говорить, они все взаимосвязаны, потому что это всё работа с энергией, с самим собой. И, вы знаете, я не столько не хотелось бы называть это словом «работа», потому что это мне лично наслаждение невероятное доставляет. Это то, что приносит результат. Это то, что помогает мне себя чувствовать лучше, увереннее, спокойнее и счастливее, в конце концов. Состояние альфа – это то, что достигается путём отвлечения от всего, что происходит вокруг. Знаете, говорят, у нас есть выражение «малзовое», то есть я где-то в каком-то витаж в облаках, то же самое. И достигается это, в принципе, путём тренировок тоже. То есть оно нам всем дано от природы. Мы совершенно спокойно, даже не задумываясь о том, что мы делаем, мы входим в это состояние время от времени, безо всякой тренировки. Но можно себя вводить в это состояние, и это состояние, в котором делаются медитации, это то состояние, когда наша душа совершенно спокойно и свободно витает, несмотря на то, что мы бодрствуем. Но это такое состояние полусна, полубодрствования. Как я это делала? Я где-то это читала, я сейчас уже не помню, это много лет назад. Я начала как бы разъяснение снов, вот это вот всё читала. Ещё в России я когда жила. Начинаю даручку взять, потому что буду писать сейчас. И состояние Альфа, о котором я узнала прежде всего, это вот состояние, в котором делаются аффирмации, это состояние, в котором делаются медитации тоже. И, в принципе, это всё очень просто. Нужно, конечно, постараться, чтобы было спокойно вокруг вас. Нужно, чтобы не было никакого постороннего шума, отвлечения, чтобы дети вас не дёргали. То есть это можно... Потом со временем это происходит так быстро, можно так быстро всему это научиться, что в хорошее состояние, и вот можно даже видеть, что вас окружает, в том числе, где на стоянке освободится место. То есть до такого, до практического уровня. Значит, как это, когда вы знаете, что у вас спокойная обстановка, вы ложитесь спать, очень хорошо засыпать в этом состоянии. Особо сильно никакого риска там нет, что вы умрёте и что не выйдете из этого состояния. Вы выйдете прекрасно, вы проснётесь. Но входите спокойно. Отсчёт. Это называется магический отсчёт. Вы начинаете с цифры 7. Семёрки. Семёрка. От семёрки мы спускаемся от дницы. Семёрку вы должны себе представить. Всё здесь связано с очень ярким ощущением того, что вы видите, то, что вы пытаетесь себе представить. И это и есть вот это состояние альфа, но в него войти нужно путём отсчёта. Вот этот магический отсчёт или космический отсчёт. Разно по-разному его называют. Это семёрку вы представляете в виде красного такого пожарного цвета, как пожарная машина, ярко-красная. Семёрка. Потом спокойно отсчитываете дальше. Шестёрка. Оранжевый. В порядке радуги. Как раньше мы считали. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Но фазан вот этот фиолетовый, он такого более мягкого, светлого цвета. Итак, значит, седьмой К. Красный. Каждый. Красный. Семёрку. Я представляю вот просто ярко-красный, огненный, пламенный семёрку. Цифру. Цифру нужно представлять. То есть шестёрка оранжевая. Оранж. Можно даже нарисовать, как апельсин оранжевого цвета, с хвостиком вверху. Вот так. Это будет шестёрка. Яркий такой хороший оранжевый цвет. Плавно переходит в жёлтый. Жёлтый что хотите, но представить цифру нужно. С чем хотите вы это ассоциируете, но представить нужно цифру. Цифра 5. Жёлтая. Четвёрка зелёная. Четвёрка у меня почему-то всё время получается такая вот мягкая. Вот так. Не как четыре вот мы рисуем. Как бы я ни хотела стараться. Четвёрка зелёная такая. Типа как вот даже, знаете, два зелёного банана вот так присоединены. Вот так. Четвёркой. Вот это зелёный. Голубая тройка. Тройка голубая. У меня почему-то всегда в каком-то виде, как облака, какие-то такие загогулины. Голубое. Синяя двойка. Двойка ярко-синий. Мой любимый цвет. Ярко-синий. Как royal blue. Такой яркий-яркий синий. Двойка. И единица фиолетовая. Но у меня фиолетовая даже, знаете, какая-то такая лиловая, светло-лиловая. Вот этот цвет, перехода вот в это состояние, и вы это дело отпускаете. И вот то, что вы чувствуете, вот что вам придёт, это годы тренировок уходит на это. У кого-то получается быстрее. И вы знаете, за годы тренировок я уже очень часто, я вхожу в это состояние, я просто так же отдыхаю. Я очень часто засыпаю. Так, если вы засыпаете, вы уснули, ничего плохого нет. Это очень хороший, кстати, способ борьбы с бессонницей. Дайте я вам ещё один способ скажу борьбы с бессонницей. Только начну зевать сейчас. Сейчас начну зевать. Это я прочитала на зло себе. Какой-то вредительный написал. Это было в газете. Когда в метро едешь, не в метро, а в поезде, на работу утром в Лондоне. Я работала в Лондоне. Это ещё было на прошлой работе. В метро написано, газета такая, в метро называется, написано, если вы страдаете бессонницей, вы не можете уснуть, вот кому пришло в голову это написать? Потому что народ, который едет на работу в 7 утра в электричке, они не страдают, они все хотят спать. Там написано, представьте себе, вот когда вы легли спать, вот начала зевать, что вы едете в поезде, окружённые сонными людьми, и все эти люди зевают. Посмотрите на людей, которые сидят перед вами. Посмотрите на людей, которые сидят сбоку вас. Они все зевают. И вы тоже зеваете. И я как начала зевать. Все читают эту статью, все хохочут. Говорят, ну кому пришло в голову это поставить в газету, чтобы утром люди ехали и читали? Ну, она также и вечерний, конечно, выпуск. В общем, вот так, девушки. Это борьба с бессонницей. Представьте себе, что вы едете в поезде, вас качают, и все зевают. Вы сразу вырубитесь. Я вам говорю, потому что у меня, особенно я так не страдаю бессонницей, но когда были моменты, когда я действительно так вот, ну не можешь уснуть, ворочаешься, вот это поча помогала. И значит так, состояние альфа. Вы в этом состоянии засыпаете. Если вы заснули, ничего в этом плохого нет. Если вы просто вошли в это состояние, что-то где-то вы, пусть даже в городе на скамейке сидите, разницы нет. Если есть какие-то посторонние шумы, и если вы не в том состоянии еще, чтобы не то время суток, чтобы там уснуть, и безопасно, скажем, уснуть, то, в принципе, вот на какое-то время вы выходите в это состояние, вы просто даже проходите через все свое тело, сверху донизу, все чакры, все голова, то, что у вас все это чисто, хорошо, также помогает, вы знаете, очень большое, очень большое значение имеет самовнушение, и самолечение, вот именно духовное, оно, лечение своих органов, именно душой своей, представление всех своих органов в чистом, хорошем, здоровом состоянии, что все нормально функционирует, и проходите сверху, вот начиная прям вот от верхней чакры, через шею, дальше через грудь, желудок, кишечник, все, да, ноги до пяток, до кончиков пальцев, все свое, все свое тело, вот так вот периодически вы просматриваете сами, как рентген, в этом состоянии очень хорошо достигается, когда вы научитесь контролировать это, свой как бы вход и выход, выйти из этого состояния, когда вы предполагаете, что вам нужно бодрствовать, то есть вы не уснули, вы не пошли на ночь, так спать ночью, да, то выходить из состояния этого можно очень легко, также в обратном порядке, обратный, обратный отчет, а, обратный отчет это называется, да, с семерки до единицы, и когда вы в этой лиловой, светлой лиловой единице вы побывали, вот вы начинаете отсчет, вы также сразу начинаете представлять себе перед глазами, закрытыми глазами, представляете из этой единицы, такая светлая, лиловая, она у меня какая-то разлитая, она, знаете, какая-то вот такая вот у меня, какая-то такая получается, вот так вот, прям вот, вот единица такая, двойка синяя голубая тройка и вот так вверх-вверх пошли к семерки до семерки дошли оранжевый апельсин шестерку у нас увидели на семерку на красную как пожарная машина все и вы просыпаетесь это очень помогает восстановление энергии очень помогает регуляции сна и также помогает раскрыть ваши внутренние способности потому что все наши разговоры с душой и вот тоже то что этот сон у меня сейчас уже зная о том что вот это состояние можно достигнуться самим аном просто у меня само получилось тогда так пришло до праве с практической точки зрения это помогает иногда вы знаете просто настолько отойти от всех как бы мешающих частичек которые вот в жизни есть там вот это где-то что там сломалось чего-то где-то кто-то там вякает и ног но сосредоточиться на себе и вот это я считаю очень помогает вообще внутреннюю равновесие может быть есть видео как ходить состояние альфа может быть это есть даже где то есть я я даже не знаю посмотрите в общем вот это вот мой способ который я читала который я знаю давно работает почаще нужно конечно ходить время этим заниматься 15 минут день принципе вот и очень очень помогает заснуть очень помогает заснуть как только вспомню про это упражнение в поезде все зевают так начинается зевота ну вот мои хорошие это состояние альфа кому интересно было по поводу активного мышления вы знаете я хочу сказать что есть ситуации в жизни особенно сейчас вот эти эти полтора последние полтора года через сколько всем пришлось пройти но вы знаете что если постоянно себе говорите сосредотачиваться на негативном и говоришь что вот это вот все плохо это ничь получается и это так и это у меня и это болит все ничего не болит для меня тоже все ничего не болит у меня тоже то коленка то еще то бедро то еще чего-нибудь бывает это уже извините в возрасте как-то за 55 то уже много чего уже дает о себе знать мы это все знаем но если это все постоянно себе толдычить это будет хуже это будет хуже почему я говорю о позитивном мышлении все время потому что это единственный способ вообще как не свихнуться это единственный способ преодолеть всякие трудности конечно есть ситуации вот вы знаете есть одна женщина подписчица мы общались с ней она похоронила своего сына мальчику было 20 лет я не знаю я не знаю как и где у меня взялись бы силы вот это вообще пережить смогла бы это это жуткое горе вообще смерть близких а тем более смерть детей вот это пережить я я даже не знаю где начать вот как думать и и как бы вот ей помочь я был был даже был даже вопрос вот не так давно сделать видео о том как пережить горе вы знаете страшнее горе я не могу себе даже представить любой человек который потерял близкого человека родного любимого а тем более ребенка своего вы знаете это это не человеческие силы нужны для того чтобы выжить вот это горе пройти и только только путем веры в себя веры в то что жизнь еще даст какие-то позитивные переживания вам жизни а также почему путем отвлечения отвлекаться и заниматься какими-то делами делами полезными другим почему я вот знаю я иногда задумывалась над этим почему люди часто вот допустим те кто потерял своих детей знаете вот дети убитые девушки изнасилованные там и так далее вот родители почему или или дети умершие от рака дети которые погибли там на войне где-то или ну любые любые случаи когда дети или умирают натуральной смертью или насильственной родители начинают всевозможные во первых объединяются те кто через это горе прошел вместе объединяются и это помогает потом также объединяются в целях направления энергии вот этой на то чтобы помочь другим чтобы с другими этого не произошло а если с кем с другими это произошло как бы это другим помочь то есть вот эти вещи я считаю что это очень массивный такой очень очень сильный такой толчок перенаправления энергии когда когда вот эта погруженность вот это горе которое кажется невыносимым и не она непоправима но она также кажется и невыносимым и вот погруженность вот в это и состояние вот этой безысходности что некуда пойти некому пойти вот это съедает человека нужно обязательно найти кого-то с кем можно на эту тему поговорить нужно найти обязательно кого-то кто вас поймет кому можно пойти даже если вы одинокий человек все равно у вас есть знакомые у вас есть друзья вы не может быть совершенно вообще одиноки полностью что вообще вас никого нет некому позвонить то есть люди конечно у которых нет семьи такие есть они совершенно одинокий у них нет близких родных вот но все равно у них есть знакомые друзья там или по работе или соседи или кто-то знакомый все равно вот это общение она она помогает также помогает разговор разговор когда у меня мама умерла я помню как я я думаю что если их но у меня было так тяжело хотя мы уже очень многие годы не жили вместе я переехала девяносто девятом году сюда она умерла в две тысячи девятом то есть 10 лет я уже понимаете я привыкла уже без нее жить но мы все равно все общались практически ежедневно по телефону я думала что я просто чокнулись как мне было тяжело и я с ней разговаривала человек по которому вы скорбите если вы скорбите вы знаете что вы знаете этого человека очень хорошо вы его знали это близкая вам душа это родной человек или просто близкий или друг или любимый человек вы этого человека прекрасно знаете его душу и вот разговоры в тот момент я поняла что я не свихнулась я просто научилась научилась помогать справляться себе с этим и я знала что время залечит и что мы сейчас мы шутим и смеемся даже мам вспоминаем какие-то моменты что она там говорила как у нее вы знаете взгляд на жизнь был какие-то шутки у нее свои были какие-то приговорки то есть поговорки и так далее сенчик все время тоже вспоминает он и очень любил вот эти моменты приходят потом когда вы понимаете как как у нас говорят чтобы everyone grieves in the same way каждый скорбит по-своему в своей совершенно по-своему поэтому вот переживание вот этого момента нужно во первых понять что это пройдет это у кого-то про это проходит это очень очень долго у кого-то ну всю жизнь человек скорбит бывает такое тоже но что я на себе испытала я могу только понимаете же не специалист в этом что я испытала сама и что мне действительно помогло это разговоры я разговариваю с мамой как будто она здесь я еду в машине есть не разговаривала как будто она там я ставил ее любимую музыку даже оба танцующую королеву эту бесконечно то есть вот эти вещи они через них проходишь и какой-то наступает этап когда чувствуешь что она тебе говорит но моя мама вот мама в моем случае что ну ладно давай давай занимайся иди своим делом там все это это отпускается она потихонечку вот только так только так направление энергии в какой-то позитивный момент какую-то позитивную деятельность обучение изучение чтение книг вот эти вещи то есть направление энергии и собственное развитие когда вы начинаете заниматься чем-то что вас развивает у вас состояние души все равно счастливое даже на фоне той же самой скорби какого-то горя если вы занимаетесь чем-то новым у вас раскрывает раскрывание вот эти или раскрытие внутренних способностей сопровождает вот этот процесс поэтому а у вас физические состояние становится счастливее вот здесь понимаете какие-то консультации давайте не собираюсь я не могу я не знаю как действительно пережить горе но как как человеку осознать то что в нем происходит происходит вот эти изменения они совершенно правильные они скономерные это так и должно быть было бы странно если бы человек потерявший близкого человека не скорбил это было бы неправильно вот поэтому здесь только помочь самому себе пройти через этот путь то есть да это тоже самое что нам переломали ноги но мы должны продолжать и что нам нужно нам нужны костыли нам нужны какие-то нам же нам может быть инвалидской коляска на какое-то время то есть нам вот эти вещи нужны для того чтобы продолжать самим жить и существовать ради других потому что всегда будет кто-то в вашей жизни ради кого вам нужно жить все равно пусть даже если к сожалению так страшно получилось что вы потеряли ребенка сына единственного там деле не дай бог просто даже страшно думать но будет все равно кто-то в вашей жизни кому вы нужны пусть может быть даже это будет не родной человек это тоже очень я думаю это помогает может быть что-то не так может быть не совсем это все понимаю то что я как бы вот просили мою точку зрения я я сказал теперь вообще позитивно мышление немножечко я думаю стоит стоит вернуться к моим прежним разговором этим разговором уже наверное лет пять может быть четыре года вот так я я об этом вела большую серию целую передач передачу передачу позитивно мышление и а его влияние на нашу жизнь об этом столько сейчас всего что вот говорят вот надо позитивно мыслить это трудно это трудно когда везде жжет когда очень много проблем я понимаю что все это трудно нужно одну какую-то вещь брать за одну вещь позитивно цепляться вот что-то что-то в вашей жизни вот не так и вы знаете что вселенная со мной что я буду делать то что я делаю приносит позитивный результат абсолютно никогда не думать о плохих последствиях хотя я знаю тяжело тяжело я сама когда я болела и помню до 2 года назад два года назад я хоть как вот ты пытайся хоть как я всех учила всем помогала когда себя касается это очень трудно я знаю что я конечно боялась что у меня был рак там понимаете и все это страх этот никуда его не денешь но вот именно натренировать натренировать свои мысли себя так чтобы любую ситуацию рассматривать только с позитивной точки зрения и с позитивным исходом с позитивным исходом хотя конечно очень много что случается что нельзя назад позитивным но обязательно позитивный исход представлять себе в это же состояние альфа почему я говорю эти две вещи зависимых друг от друга входить то же самое состояние и в состоянии альфа вы представляете позитивный результат какой то себе ну вот и все наверное я думала что я думаю что какую информацию может быть я старую так сказать перегрузила опять вам вот может быть что то новое сказала по моему я не говорила вхождение в состоянии альфа именно вот с отчетом обратный отсчет вот этот магический отсчет космический отсчет по разному называют вот и раздумаю что может быть практической точки зрения кому-то поможет хотя бы даже тем кто не может спать и мучиться бессонницей сразу начинаю зевать вспоминайте электричку электричку людей которые едут в лондон на работу все зевают удивительная вещь да насколько это заразительно то что сейчас я буду делать другое видео и мы с вами скорых встреч нас опять пока